Глобализация и стандартизация – вот фундамент, на котором Альянс Теланти строит своё будущее. Надо сказать, с некоторыми перегибами, ведь техническим базисом для нового поколения Opel Astra боссы концерна назначили Peugeot 308. У немца и француза совершенно одинаковые подвески, общие моторы и даже единый каркас кузова. А различия в дизайне и настройках. Так что теперь, чтобы купить именно Рюссельхаймскую молнию, надо трижды подумать. Или нет? Ведь острые гранёные формы, фирменный визор передка и чёрная крыша делают Астру модной, но менее экстравагантной штучкой, нежели Peugeot. Кстати, важная ремарка – вся оптика светодиодная, а фары могут быть даже матричными. Интерьер также вышел достаточно хай-течным, хотя блок управления музыкой и климатом выполнен традиционным кнопочным. Но 10-дюймовые экраны для мультимедиа и приборов – это, конечно, в духе настоящего времени. Джойстик коробки передач, система автоматического торможения, проекционный экран и адаптивный круиз-контроль – тоже явления современные. И, конечно, оперевцы декларируют повышение качества материалов. Без этого нынче никак. Набор силовых агрегатов типично французский. Основу гаммы составляют бензиновые турботройки разной мощности, а также полуторалитровый четырёхцилиндровый дизель. Для старших по мощности версий можно заказать восьмидиапазонный автомат. И, конечно, немецкая сторона позаимствовала гибридные установки на 180 или 225 сил. Они построены вокруг бензиновой турбочетвёрки, к которой прилагается электрический мотор и восьмиступенчатый автомат. Увы, но такая начинка вряд ли устроит российского покупателя. И вообще, хэтчбеки гольф-класса нынче сегмент вымирающий. Так что былые рекорды, когда Astra была почти народной моделью, повторить не удастся. Кстати, в Россию шестое поколение точно прибудет, и можно предсказать, что стоить новинка будет больше двух миллионов рублей. Ведь таков актуальный европейский прайс пятой генерации. И последнее, по габаритам шестая Astra почти повторяет предшественницу, но удивляет объёмистым багажникам. Другой удивительный факт – резкая смена места жительства. Вместо Польши и Англии этот Opel будут делать на родине, в Германии. Старт европейских продаж намечен на начало 2022 года. Притом, помимо хэтча, гамму пополнит универсал. Что неудивительно, в линейке Peugeot такая машина также имеется.